Приветствую! Поговорим о постанове 147. Эта постанова внесла изменения в положение о ТЦК и СП и в СМИ ее подали как постановление, которым ТЦК и СП разрешили просто работать круглосуточно. Но вот никто не сказал о том, как эта постанова может ограничить ваши права и что вам делать в этой ситуации. Сейчас мы об этом и поговорим. Постанова 147 действительно не дает ТЦК никаких принципиально новых полномочий. Она лишь расширяет рамки этих полномочий, временные рамки, и прямо указывает о том, что теперь реализовывать отдельные полномочия ТЦК и СП может круглосуточно, то есть даже в ночное время. Давайте посмотрим, какие это полномочия. Первое, что мы здесь видим, это разглядать справы целодобово под час проведения мобилизации та або в период военного стану про административные правопорушения Действительно, в этом абзаце из нового есть только вот эти слова о том, что круглосуточно они могут делать, но и добавили еще вот это слово Далее, второй абзац здесь сказано о том, что они организовывают с визначеною периодичностью проведение медичных оглядов, дефтопсихологических обстежений ВЛК, військовозобовязанных и резервистов. И третий абзац, введение персонально-якосного облика, призывники військовозобовязанных и резервистов, облику транспортных засобов, что подлагают передаче Збройным силам и другим військовым формированиям. А это все значит, что ТЦК и ЕСП теперь на законных основаниях могут рассматривать дела об административных правонарушениях ночью, проводить ВЛК ночью и вести воинский учет ночью. Ну, последнее, как бы мы не возражаем, окей, рассматривайте, введите учет, занимайтесь, это не касается людей, да, то есть человека не будут туда вызывать. А что касается первых двух моментов, обязательно должно быть присутствие человека, то есть оформлять документы можно без человека, да, о воинском учете этого человека, но вот пройти ВЛК, провести ВЛК без присутствия человека невозможно, рассмотреть дело об административном правонарушении невозможно. А это значит что? Это значит, что теперь ТЦК и ЕСП получили потенциально возможность, законную возможность вызывать человека на ВЛК, например, на 2 часа ночи. Вдумайтесь, вдумайтесь, ведь в законе сказано, что человек обязан явиться по вызову ТЦК и ЕСП, если ему дали повестку, ну, мы говорим о законной повестке, да, соответственно, если ему дают повестку на 2 часа ночи, он что, должен приходить? То есть, формально, с точки зрения закона, да, потому что в законе нигде не сказано вообще, что в это время комендантский час, и у человека есть уважительная причина неявки в этом случае. Но мне думается, что все-таки суды, когда это дойдет до судов, будут рассматривать комендантский час, как основание, как уважительную причину для неявки в ТЦК и ЕСП по повестке на ВЛК, например, на 2 часа ночи, на 3 часа ночи. Но это то, на что я надеюсь. Это не значит, что это именно так будет. Это мое желание. Далее, переходим теперь к самому главному. Рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности человека ночью. Вот они получили теперь такое право рассматривать это ночью. Первый момент – это явка человека. Но одно дело, если человека где-то там задержали, доставили в ТЦК, как это бывает, да, у нас. Ну, это хорошо. Одна история. А если ТЦК и ЕСП вызывают человека, например, за неявку по повестке в военкомат на рассмотрение административного отдела, тоже в 2 часа ночи, возникает вопрос, а как человек туда доберется? Транспорт не работает. Такси? А у человека точно есть деньги на такси? Кто-то задался этим вопросом? Или ему что, пешком идти? Как быть? Ну, реально что, пешком человеку идти? А дальше? Вот он не явился. А какие последствия? Вы будете еще одно дело рассматривать о административном правонарушении за то, что он не явился, рассматривать предыдущее дело? Или вы рассмотрите в отсутствии человека? И да, я безусловно понимаю, что часть ТЦК и ЕСП будет именно так поступать. Они будут рассматривать в отсутствии человека, говорить, ну мы же его предупредили, он же знал. А то, что у него не было возможности приехать в 2 часа ночи, ну это дело такое, про комендантский час мы вообще молчим. Ну, мы же понимаем, что такие ситуации будут. Да, будут. И есть надежда, что в дальнейшем суды хотя бы будут это учитывать. Это одна история. А теперь вторая история. Допустим, человека задержали, доставили в ТЦК и ЕСП, и вот его держат, держат, и на 2 часа ночи рассмотрение дела. И тут человек говорит, а я хочу воспользоваться правовой помощью адвоката. Я знаю свои права, я знаю положение Кодекса Украины о административных правонарушениях. А там четко сказано, что у человека есть право на правовую помощь во время рассмотрения дела. И есть практика Верховного Суда, согласно которой, если человеку не предоставили возможность воспользоваться правовой помощью, то дело можно отменить. И вот теперь вопрос. Человеку говорят, давай в 2 часа ночи рассматриваем твое дело, а ты пока посиди, мы тебя здесь задержим до 2 часов. Что происходит дальше? Человек звонит адвокату и говорит, Олег Николаевич, а как бы ты не хочешь приехать в 2 часа ночи? Рассматривать дело вместе со мной, защитить мои права. А тут Олег Николаевич говорит, так подожди, комендантский же час, а как я поеду в комендантский час? Ведь это у полиции есть возможность перемещаться в комендантский час. Это у прокуроров есть такая возможность, никто их трогать не будет. А у адвокату никто возможность передвигаться свободно в комендантский час, никто же не дал. Никто не установил такую возможность. То есть адвокат здесь точно так же, ну скажем так, рискует. Либо это в принципе не рабочее время, и адвокат может сказать, ну послушайте, я работал целый день, я хочу спать в 2 часа ночи. И вот адвокат не приезжает, либо адвокат же просто может сказать, ну комендантский час, я по закону не имею сейчас права перемещаться по улице. Да, я должен выполнить закон. И адвокат говорит, я буду выполнять закон. Я приехал, я приехал, но я не могу нарушать закон. И что тогда? Тогда человек остается без правовой помощи. Что сделает ТЦК? Да, конечно же, будет рассматривать дело. Ну понятно, что рассмотрит дело. А что это значит? Как я уже сказал, это дело можно будет отменить. Потому что есть позиция Верховного суда, которую он неоднократно уже излагал. Если при рассмотрении административного правонарушения не предоставили адвоката, все, постанова скасовывается. Просто скасовывается. Поэтому, что мы знаем для себя теперь? Что если ночью вас вызывают на рассмотрение административного дела на ВЛК, то первая уважительной причиной может быть неявкий комендантский час. И будем надеяться, что суды будут рассматривать это как уважительную причину. Второе. Если вас вызывают для рассмотрения административного дела, либо вы там уже оказались, то вы обязательно должны написать ходатайство с текстом таким. Прошу дать возможность воспользоваться правовой помощью адвоката. Не нужно кричать, мне бесплатного давайте и все такое. Не нужно. Скажите, у меня есть адвокат, я хочу воспользоваться правовой помощью адвоката. Изложите это письменно. Если вам не дадут письменно это сделать, то они составляют протокол. И вот когда вам дадут расписаться в протоколе, напишите следующую фразу. Просил адвоката, не дали. Больше, возможно, вы не успеете написать. Но вот эта фраза пусть будет в протоколе. Или на постанове, когда вам дадут расписаться за ознакомление с постановой, за получение постановы. Напишите на их копии, просил адвоката, не дали. В идеале и там, и там. И зачем это нам нужно? Для того, чтобы потом вы обжаловали это в суде. И поверьте, ваш адвокат скажет вам спасибо за то, что вы сделали такую запись. И вы отмените этот штраф. Вот такая ситуация, друзья. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть вот здесь на экране. Ну и традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok